Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Ильяман Раимбеков. Иссур Доперед обеспечивает Марат Жумабеков. Смотрите сегодня. Ушли со школьного двора. Сегодня более 15 тысяч выпускников Алматинской области получили аттестаты о среднем образовании и попрощались с родными пенатами. Пока под вопросом. Летние загородные лагери планируют начать работу с 15 июня. При одном условии. Скейтбординг как вид спорта. В Корсайском районе построена площадка для скейтбординга и сформирована секция скейтбордистов. Большой ремонт. В Алматинской области порядка 400 объектов образования пройдут реконструкцию. В этом году в рамках программы «Дорожная карта занятости». Из них 37 учреждений подлежат капитальному ремонту. С ходом проводимых работ ознакомился заместитель Аким Алматинской области. Патрежан Байжиманов проинспектировал ряд учебных заведений и общежитий областного центра. Капитальный ремонт областной специальной школы-интернат для детей с нарушениями слуха – один из крупнейших проектов, реализуемых в рамках «Дорожной карты занятости». Реконструкцию пройдет не только здание школы и общежития, но и вся прилегающая территория, стадион, а также инженерные сети. Объем работ большой, а потому необходимо задействовать как можно больше рабочей силы. Имеющихся 90 человек на объекте недостаточно, отметил заместитель Акима Алматинской области Патрежан Байжиманов. Сегодня, вы говорите, 90 человек работают. Через центр занятости сколько? 40 человек. В любом случае надо увеличивать. Через центр занятости побольше людей врач. Главная задача «Дорожной карты занятости» – это занять людей. Правильно? В период пандемии у нас высвобождение рабочей силы было, сейчас они должны все работать. Хорошо? Средняя заработная плата? 150. Хорошо. В общежитиях школьники и студенты должны чувствовать себя как дома, отметил заместитель Акима Алматинской области. Создание уюта и комфорта – главный приоритет. У нас полностью окна меняются, отопительная система, электричество полностью, все двери, затем полностью душевые кабины делаются. И по СНИПу у нас на первом этаже полностью будет для людей ограниченной возможностью, потому что у нас тоже студенты обучаются. Будет предусмотрена комната и пандусы, все это будет. Обязательным условием для общежитий является создание специальных досуговых зон. Ведь учащиеся должны проводить свободное время не только приятно, но и с пользой. Из-за создания хороших условий все большее количество студентов из других регионов желает учиться в ЖТСУ. Так, для проживания студентов на данный момент в области строится 4 общежития. Еще по 5 разрабатывается проектно-сметная документация. В этом году еще приемным им ожидается очень хороший, со всех регионов, по новому формату, через электронное правительство, ЕГОВ полностью. Детально осмотрев учебные заведения и общежития областного центра, заместитель Акима Алматинской области дал ряд конкретных поручений. Он потребовал от подрядчиков закончить все основные работы до начала нового учебного года. Также Батржан Байжуманов заявил, что в погоне за временем нельзя забывать о качестве. Возведение новых объектов и ремонт действующих будет находиться на постоянном контроле руководства Алматинской области. Школьный выпускной в необычном формате. Пандемия коронавируса лишила нынешних выпускников 11 классов традиционного выпускного. Вместо него школьная линейка с соблюдением санитарных норм. Но даже это не испортило праздничного настроения 59 учащимся средней школы гимназии имени Абая города Талакурган. Вручение аттестатов прошло в торжественной обстановке, в присутствии родителей и педагогов школы. В этом году для учебного заведения особым достижением стали три обладателя Алтенбельга и два ученика с дипломом особого образца. А многие из выпускников являются призерами различных школьных олимпиад. Торжественная линейка завершилась традиционным последним звонком, символом прощания со школы. Для выпускников 2020 года сегодня знаменательный день. Сегодня мы получили аттестаты о среднем образовании. Мы закончили школу имени великого казахского мыслителя Абая Кунанбаева. Я очень горжусь этим. Я подтвердил свое звание Алтенбельга и хочу выразить благодарность всему педагогическому коллективу и нашим родителям за их огромное терпение и труд. Хоть линейка прошла в необычном формате, нам все понравилось, ведь она прошла очень ярко и красочно. В этом году мы выпустили 59 учащихся. Трое учащихся со знаком Алтенбельга, двое учащихся с аттестатом особого образца. В нетрадиционной форме сегодня прошел наш выпускной бал, но тем не менее, думаем, что нашим детям понравилось. Попрощались со своими родными пенатами сегодня и выпускники специализированного лицея номер 24 имени Мухтара Арына. Именно в этой школе больше всего выпускников, заканчивающих школу со знаком Алтенбельга и аттестатом особого образца. 24 лицей. Здесь каждый год каждый выпускник в буквальном смысле нарасхват ведущими вузами не только Казахстана, но и зарубежья. И этот год не стал исключением. Из 62 выпускников 18 подтвердили знак Алтенбельга и 10 учащихся получили аттестаты особого образца. Айолым Булатбек – гордость 24 лицея. За 7 лет обучения в стенах школы она не раз становилась победителем и призером различных республиканских и областных олимпиад. Любимый предмет выпускницы – казахский язык и литература. И в будущем она намерена связать свое будущее именно с этой профессией. Начало уже положено. Айолым закончила школу на знак особого отличия Алтенбельга. Я хочу поблагодарить наших учителей за все то, что они нам дали за все эти годы. 24 лицей действительно изменил мою жизнь. Очень грустно расставаться со школой. Буду очень сильно скучать по своим одноклассникам. Хочу сказать большое спасибо учителям. Они дали нам все самое лучшее. Старались всегда справедливо оценивать наши знания. Казалось бы, еще вчера они были маленькими и только пришли в школу. А сегодня этих девушек и юношей. Их родители в последний раз видят в школьной форме. Конечно, жаль, что это проходит во время пандемии коронавируса. Но это ни капельки не повлияло на праздничное настроение выпускников. Для меня было честью и гордостью обучаться в этом лицее. Хочу поблагодарить своих учителей, например, нашего директора. И я думаю, наше образование, которое я получил в этом лицее, обязательно понадобится в будущем. Думаю, я поступлю в свой желанный университет в Балматы. И хочу сказать всем спасибо. Текущий учебный год для лицея выдался насыщенным. Учники стали призерами и победителями республиканских олимпиад по химии, математике и истории. Все это – залог качественного набора преподавателей. Это не секрет. Дает свои плоды на протяжении многих лет. 24-й лицей уже более пяти лет. Лучше по качеству знаний в Алматинской области. Этот год для нас не только этим удачный. Последние пять лет наша школа занимает первое место по качеству знаний. И в этом году, я надеюсь, 62 выпускника подтвердят. И мы будем перейти от всей души. Всем выпускникам желаю счастливого пути, чтобы те знания, которые они приобрели, подтвердили на едином национальном тестировании. В нынешнем году из-за пандемии как такового выпускного бала нет. Ни в одной школе страны нет и школьного вальца. Все выпускники должны находиться друг от друга на дистанции. С соблюдением таких же правил пройдет и единое тестирование для поступающих в ВУЗы. Азаджу Маханов, Нуржа Муканов, телекомпания ЖТСО, Талдыкурган. Продолжаем выпуск. Летний отдых по новым правилам. В Алматинской области сезон летних лагерей планируется начать с 15 июня. Согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана, это станет возможным в случае, если прирост заболеваемости COVID-19 в регионе не будет превышать 2%. Наша съемочная группа узнавала, как сегодня идет подготовка к открытию сезона летнего отдыха и чем он будет отличаться от традиционного. В загородном летнем лагере Алтен-Чижа кипит работа. Проводится клещевая и санитарная обработка. А сотрудники тем временем красят, моют и обновляют инвентарь, трягут газон и даже выносят лишние кровати из комнат. В целях безопасности в этом году наполняемость отрядов в лагерях должна составлять не более 50%. Кроме того, даже за столом ребята будут сидеть на расстоянии друг от друга. В одном отряде было 30 детей, в этом году мы будем уже принимать по 15 детей, потому что расстояние детей должно быть минимум полтора метра. Поэтому в этом году мы только половину детей будем принимать. К городу Текили относятся три загородных лагеря. Государственные Алтен-Чижа и частные Эдельвейс и Бастау. По словам сотрудников отдела образования города Текили, в прошлом году летним отдыхом было охвачено более полутора тысяч детей. В нынешнем, учитывая обстоятельства, эта цифра будет значительно меньше. Однако это никак не должно сказаться на отдыхе детей из социально уязвимых слоев населения. Для них места уже рассчитаны. Из социально уязвимых слоев планируется охват 170 детей за счет всеобыча. Дети могут здесь не только отдохнуть, но и получить лечение при санатории, профилактории города Текили. Списки уже подготовлены, дети уже готовятся, родители тоже оповещены. Ежегодно летним отдыхом в Алматинской области было охвачено свыше 95% детей школьного возраста. Для этого функционировали школьные, палаточные и загородные лагеря. Однако в этом году из-за пандемии летний отдых будет обеспечен только в стационарных загородных лагерях, где есть возможность соблюдать все санитарные нормы и правила гигиены. Планируется, что с 15 июня при благоприятной эпидемиологической обстановке в Алматинской области в своей двери распахнут 27-летних загородных лагерей, в том числе 9 государственных. Если в прошлом году оздоровительным отдыхом у нас в загородных лагерях отдыхало 21 495 детей, то если согласно алгоритму будем работать, утвержденное постановлением Министерства Республики Казахстан, то получается мы в этом году будем охватить только более 11 тысяч детей. Но так как мы сказали, что прежде всего это безопасность детей. Кроме того, планируется, что с 15 июня организовать занятость и досуг 15 тысячам детей смогут 35 организаций дополнительного образования, которые пока ведут только дистанционную работу. Надежда Белова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Для юных любителей скейтборда города Каскелень начало лета знаменовалось двойным праздником. Районы Акимат и местные предприниматели подарили жителям новый скейт-парк Жагалау. Детский парк расположился на берегу реки Каскелень. Отсюда и название Жагалау. Территория в 900 квадратных метров поделена на три зоны. В одной различные детские аттракционы, во второй скейт-площадка. Последняя предназначена для проведения спортивных тренировок детей и подростков. Уникальный проект реализован благодаря районному и городскому Акиматам. В числе спонсоров проекта компания ТАСГРОП и общественный фонд АСЛТАС. Можно сказать, что это подарок для города Каскелень. С администрацией города у нас была идея реализовать совместный проект. Оптимальным решением стало создание парка. На открытии парка Аким Карасайского района Жандарбек Далабаев выразил благодарность представителям спонсорских компаний. В свою очередь вице-президент Федерации скейтбординга Казахстана вручил благодарственное письмо Акиму района за поддержку в развитии скейтбординга. В рамках мероприятия сформированы и подростковые секции полюбившегося вида спорта. От имени Федерации скейтбординга Казахстана хочу поздравить каскелленских атлетов и детей с открытием скейт-площадки и детского парка. Торжество не обошлось без сладостей. Представители молодежного ресурсного центра Карасайского района и местные предприниматели всем участникам мероприятия раздали мороженое. К слову, вход в парк свободный с 7 до 23 часов. Алматинский школьник выпустил учебник психологии и попал в книгу рекордов Гиннеса Казахстана. Ильяс Юсупжанов стал самым молодым писателем в своем жанре. Свою книгу, которая пробила Ильясу «Путь к славе», он написал, опираясь на собственный опыт. Каждая глава и абзац – отдельный эпизод из жизни 17-летнего юноши. Парень поднимает социально значимые темы. Учебник состоит из 15 глав. По словам молодого человека, его труд предназначен для людей всех возрастов и социальных классов. Ильяс рассказывает, что вдохновение он черпает из богатой казахской литературы. Октюбинцы сняли на видео мертвую рыбу в Каргалинском водохранилище. Комментаторы предполагают, что мор произошел из-за сильной жары и из-за того, что в водохранилище очень мало воды. Специалисты взяли пробы. Результаты будут известны в начале следующей недели. Пока что остается догадываться о причинах мора. Отметим, в Каргалинском водохранилище водятся щуки, лещи, окуни, карпы. Есть четыре притока, которые тоже проверят в лабораторных условиях. И еще из новостей региона. Горячая страда. В Панфиловском районе приступили к заготовке кормов на зиму. К уборке приступили крестьянские хозяйства передового сельского округа Ушарал. Здесь производят до 80% кормов для всего района. В сельском округе Ушарал в самом разгаре сенокос и сбор урожая люцерны. Фермеры спешат управиться до осени. Крестьянское хозяйство Аусадыков старается эффективно использовать арендованную технику на 18 гектарах сельхозугодий. Его труженики – это пятеро братьев, объединившихся в мощный сельскохозяйственный тандем. На 10 гектарах люцерна. На новых площадях мы посеяли кукурузу. Это 6, 4 и 10 гектаров. Уже 3-4 дня мы заняты уборкой. Косим, потом будем сушить. В Ушаральском сельском округе более 400 крестьянских хозяйств. Они занимаются скотоводством, растениеводством и кормопроизводством. Через две недели здесь начнется уборка клевера. По мнению специалистов, в хозяйствах, где проведены работы по улучшению посевов многолетних трав, урожай может доходить до 8 центнеров с гектара. Крестьянские хозяйства Алматинской области получают субсидии на семена и удобрения. Им также доступна покупка дизельного топлива по сниженной цене. В этом году она составила 165 тенге. В настоящее время ведутся работы по заготовке кормов для скота. На сегодняшний день убрано 2000 гектаров многолетних трав. Примерно через две недели начнется естественный сенокоз. А это порядка 1000 гектаров. В Памфиловском районе свыше 43 тысяч гектаров орошаемых земель. Около 13 тысяч из которых отведены под многолетние травы. Порядка 26 тысяч гектаров заняты кукурузой. По словам сельхозпроизводителей, примерный вид на урожай около 63 центнеров с гектара. Это и составит основной рацион для скота в предстоящий зимний период. Евгения Присяжная, Жазира Исаева, Мадиба Ибасынов, телеканал ЖТСУ. Компания Эпигуард из Осло разработала уникальный мобильный изолятор. Новинка Эписхатли не только легкое транспортное средство, но и высокотехнологичная медицинская капсула, позволяющая продолжать оказание помощи пациенту во время переезда с места на место. Врач или медсестра находятся рядом, следят за показателями и не рискуют заразиться. Идея создать технологичную транспортную капсулу возникла во время эпидемии лихорадки Эбола в Сейер-Ралионе. В ней можно перевозить больного, не прерывая лечение и не ставив под угрозу здоровье персонала. Экологическая катастрофа на Крайнем Севере. В результате разгерметизации одного из резервуаров на ТЭЦ-3 в Норильске произошел разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива. В Норильске введен режим ЧАЭС. Специалисты пока откачали и собрали более 500 тонн нефтепродуктов. На ликвидацию потребуется около двух недель. В группе Норникель, в которую входит компания, управляющая ТЭЦ, предполагают, что разлив мог произойти из-за таяния грунтов вечной мерзлоты. В результате чего просели опоры, на которых стояла платформа с резервуаром. Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе. Дизельное топливо используется как резервный источник. Последствия инцидента устраняют около 70 единиц техники и 90 человек. Продолжаем выпуск. Свыше 300 человек в период карантина получили помощь от общества «Красный полумесяц» в Алматинской области. В их числе многодетные, малоимущие и неполные семьи, а также одинокие пенсионеры и инвалиды. Сегодня представители международного движения помогли еще пятерым нуждающимся семьям областного центра. Валентина Козловская, инвалид с рождения. У женщины парализована правая часть тела. Работать не может, а потому вынуждена жить на одно пособие. Семьи нет. Одинокую женщину навестили общественники «Красного полумесяца» и вручили корзину с продуктами. Я инвалид второй группы. У меня мама была, умерла мама. Я одна живу. Спасибо за это. Вот сейчас трудное время очень. За это вам спасибо большое, огромное. Дай Бог вам здоровья. Инсульт приковал коляске 56-летнюю Толканбехтурганову три года назад. Женщина-инвалид второй группы. К сожалению, она вынуждена жить одна. Старший сын семьей обосновался в северо-казахстанской области. А дочь занята воспитанием своих семерых детей. Просить помощи не у кого. Я не знаю, как мне быть. Приходится каждый раз просить помыть меня, приготовить еду и прочее. Мне очень тяжело. Дочка сама себе помочь не может. Не то, что мне. Спасибо волонтёрам и властям. Они постоянно приезжают и помогают мне. Движение «Красный полумесяц» помогает мне уже во второй раз. Спасибо им за это большое. Уже четвёртый транш. С начала года мы при поддержке компаний «Прокторин Гэмбелл» и «Палмалев» мы раздали моющие средства. Получили 100 семей. Потом совет директоров при палате предпринимателей, женщины, нам сдали деньги. И мы на эти деньги купили 22 семьи, получили продуктовые посылки. И потом у нас ещё 30 семей получили от неравнодушных людей компании города Алматы продукты питания. Как только объявили карантин, как объявили ЧС, мы сразу же приступили к работе. В течение двух недель активисты организации «Красный полумесяц» намерены помочь ещё 100 людям. Это многодетные малоимущие семьи, а также инвалиды. Словом, нуждающиеся люди. Спонсорами всё так же выступит транснациональная компания «Кока-Кола». Тамир Анитов, Габид Кабдрахман, телеканал «Житцу». Уже пять лет ребята из моногорода Текили показывают отличные результаты по туристическому многоборью на республиканском уровне. В этом заслуга Центра детско-юнорского туризма и краеведения Текили. После двухмесячного перерыва воспитанники организации снова приступили к упорным тренировкам. 18-летний спортсмен Александр Шкарпетин оттачивает свои навыки по различным дисциплинам туристического многоборья уже шестой год. За этот период удостоился звания кандидата в мастера спорта Республики Казахстан. Любовь к природе и здоровому образу жизни побудила к таким занятиям, признается Александр. Мне очень понравилось то, что все работали. Было очень интересно подниматься на высокие стенки. Было очень круто. Я решил заниматься спортом. Как разрешат открытие на открытом воздухе со всеми соблюдением санитарных норм. Мы уже начали тренироваться с соблюдением норм. Дистанции проходят личные. То есть в команде не работают, чтобы соблюдать нормы. Каждый один работает, его отдельно страхуют на допустимом расстоянии. Ребята из Текили формируют основной костяк сборной области. В командном зачете два раза становились лучшими на чемпионате Казахстана и являются обладателями Кубка страны. 13 ребятишек уже выполнили нормативы КМС. Всегда в тройке лидеров по Казахстану. Сейчас текилицы ведут интенсивную подготовку ко второму этапу республиканских стартов в Павлодаре. Отметим, в первом круге они заняли первое место среди молодежи и взрослых. В связи с карантином мы потеряли два месяца работы. Ребята потеряли очень сильно форму. Мы работали дистанционно. Я не могу сказать, что мы не работали. Работали дистанционно. Но дистанционно это теория только. А практика все равно нужна. Вот уже первую неделю мы начинаем работать в общей сложности. Где-то на 50% в форме уже. Форму быстро набирают. Всего в данном центре занимаются 570 ребят. Разделившись на 38 групп, осваивают 11 видов спортивного туризма. К примеру, пешеходный, горный, водный и так далее. По Казахстану имеется 36 таких организаций, как наш центр детско-юношеского туризма и краеведения Текели. Мы стабильно входим в тройку лучших. Многие ребята входят в состав сборной Казахстана. За прошлый год четыре ученика выполнили норматив мастера спорта Казахстана. Но им еще не исполнилось 18 лет. Поэтому пока что звания не получили. Ребята постоянно выезжают на международные старты. Планируем достигать мировых вершин. Все предпосылки к этому есть. Туристическое многоборье не только закаляет тело, но и вырабатывает твердый характер, волю к победе и умение работать в команде. Елеман Раймбеков, Жарким Шантаев, Аблак Утубе, телеканал Житсу. Такова информационная картина дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова